Доброе утро, дорогие друзья! Хочу пожелать вам благословений на грядущий день, самого наилучшего. Пускай ваш день будет гладкий, пускай в нем не будет стрессов, но при этом я хочу быть реалистом. И мы все должны быть реалистами, понимать, что рано или поздно, не сегодня, а завтра, но практически каждый день, хоть мелкие, хоть, может быть, такие быстро проходящие, но у нас есть всевозможные переживания. Возможно, это будут стрессы, возможно, будут какие-то разговоры, какие-то события, которые будут выбивать нас из колеи. Библия это все называет испытаниями. И в послании к Иакова он пишет такую вот неожиданную фразу, что к этому всему, к переживаниям, к трудностям, к испытаниям нужно относиться с радостью. Братья мои, пишет Иаков в первой главе со 2 по 5 стих, Братья мои, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это великой радостью. Ведь вы знаете, что испытания, которым подвергается ваша вера, вырабатывают у вас стойкость, а стойкость должна привести к достижению цели, к тому, чтобы вы стали зрелыми и совершенными, и чтобы не было у вас никаких недостатков. То есть переживания, стрессы, вот все эти маленькие, большие испытания, это шанс для нас, это возможность расти духовно, становиться более зрелыми, становиться стойкими, становиться сильными духовно. Вот смысл, вот так вот нужно нам относиться. Не просто, что это что-то такое абсолютно случайное, лишнее, ненужное. Нужно видеть и в этом даже пользу, что это Бог нас ведет особым образом по жизни. Бог хочет, чтобы мы становились лучше, чтобы мы росли, и Он ставит нас в определенные рамки, Он дает нам возможности. Некто сказал, что после грехопадения человеку нужен вот не курорт, когда человек, знаете, расслабляется, вот так вот сидит, попивает коктейль. В таких ситуациях, как правило, духовный рост не происходит. И человеку нужен тренажерный зал. Вспомните, если вы когда-то тренировались, вот особенно с непривычки, вот вы поработали, что происходит на следующий день? У вас везде болят все мышцы, да, вам больно, вам не такой испытываете дискомфорт, своего рода страдания. Но эти страдания проходят, и потом вы понимаете, что вот в этих ситуациях, когда болят мышцы, на самом деле происходит их рост. То есть они укрепляются, они становятся более выносливыми. Точно так же, если посмотреть на духовную жизнь человека, наш внутренний человек развивается. Если мы посмотрим назад на нашу жизнь, то мы увидим те моменты, когда у нас были трудности, мы в те моменты действительно могли расти и преображаться, мы могли становиться лучшими людьми. Очень часто в комфортных ситуациях рост не происходит. Рост происходит тогда, когда нам непросто. Поэтому сегодня давайте будем ценить те возможности, когда у нас не все гладко, когда у нас происходят стрессы, взираясь назад, если мы их выдерживаем, это возможность для роста, Бог нам им посылает, давайте относиться к ним правильно. Вам благословение на сегодняшний день. Будьте готовы и к испытаниям. Спасибо.